Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Перед вами смартфон под названием Dugi DG 580 или Dugi Kissme Этот смартфон является бюджетником Это недорогой смартфон Стоимость в Украине из нашего магазина из наличия приблизительно 140-145 долларов Этот смартфон такой крепкий середнячок Бюджетный вариант для тех, кто не может себе позволить большую сумму денег Давайте рассмотрим комплектацию Что у нас в комплекте Поставляется модель вот в такой вот коробке В комплектации особо ничего интересного нет Здесь есть оригинальная пленка Инструкция от производителя И также в коробке есть зарядное устройство Вот такое оно И с другой стороны есть еще Ой-ой-ой, как же его распаковать? Ага, вот так Здесь есть USB, точнее гарнитура И USB кабель Вот, вот такое вот Все это убираем И начинаем разбираться с нашим телефоном Как только я его взял в руки Я сразу подумал Что что-то он мне очень сильно напоминает Очень тоненький, аккуратный, изящный Напоминает он мне флагман OnePlus One Или 1 плюс 1 смартфон Он дуги этот выполнен полностью в таком же корпусе В таком же дизайне И по размерам примерно то же самое Значит, что есть интересного в этом смартфоне У него 5,5 дюймовый дисплей Есть три сенсорных кнопки Кнопки не подсвечиваются Они обозначены вот таким вот орнаментом Сверху есть у нас датчик приближения Датчик освещения Есть фронтальная камера на 8 мегапикселей И есть разговорный динамик С этой грани у нас качелька громкости Плюс-минус Есть кнопка включения-выключения Также с этой грани у нас есть защелка Для того, чтобы можно было открывать крышку заднюю Сверху разъем под наушники и microUSB Снизу нет ничего, кроме микрофона И задняя крышка В черном варианте Очень такая интересная Я называю это цвет асфальта Он и на ощупь примерно такой же И на вид тоже такой же Это пластик Это не глянец Это не мат Отпечатков пальцев практически не остается Здесь якобы двойная вспышка 8 мегапиксельная основная камера И давайте покажу вам, что у нас под крышкой Под крышкой аккумулятор на 2500 мАч Так, две сим-карты Одна симка большая, вторая microSIM И поддержка карт памяти до 32 ГБ у меня стоит на 16 KissMe DG580 Называется эта модель Будем включать Пока соберу крышку Скажу по поводу корпуса Дизайн однозначно мне нравится Все, в принципе, классно сделано Он не люфтит, не трещит Крышечка закрывается очень плотно Задняя крышка вообще Классная по дизайну По вот этому вот Вот этой структуре Как асфальт По дизайну мне очень понравился дизайн OnePlus One И эта модель сделана в таком же дизайне Я считаю, что в данном случае Это неплохо, что они взяли и скопировали просто дизайн То есть, я считаю, это наоборот плюс Дизайн крутой Смартфон довольно тоненький Если вот по этим граням судить То вообще очень тонкий Но потом крышка, она идет закругленная Вот такая Начинаем обзор, как всегда Мы с технических характеристик смартфона Их мы сможем посмотреть через программку Antutu Здесь четырехъядерный процессор MTK6582 Набирает этот смартфон 18250 баллов Графический ускоритель Mali 400 960 на 540 разрешения экрана Основная камера на 8 мегапикселей Гиг оперативки 8 встроенных И заявлено вот производителем и программой Antutu То, что здесь 8 мегапиксельная и основная, и фронтальная камера Мультитач, который в этом смартфоне есть Здесь пятиточечный мультитач Сделаю я скриншот И датчики, которые есть в этом смартфоне Посмотрим через Z-Device Test Сразу же хочу сказать, что в этом смартфоне есть поддержка OTG кабелей То есть можно будет пользоваться мышкой, флешкой, клавиатурой Либо подключать сторонние накопители Значит, имеет смартфон 2 камеры Wi-Fi, Bluetooth, GPS Есть датчик приближения, датчик освещения Есть вспышка Вспышка очень средненькая Ни гироскопа, никаких других датчиков здесь нет Акселерометр само собой есть Касательно прошивки Прошивка это 4.4 Android Эта прошивка приходит вместе с этим телефоном с заводом Мы ничего не прошиваем Во время моих тестов я не заметил, что какие-то проблемы с сигналом Какие-то проблемы с Wi-Fi Какие-то проблемы Ничего нигде нет Все работает должным образом В прошивке есть несколько интересных фишечек Во-первых, все на русском языке Есть фишки, что мы можем выключить экран Например, нарисовать на экране буковку С И нам должна включиться камера Вот, это все работает С этим можно разбираться А настраивать различные функции Также есть якобы датчики жестов Это все тоже можно перелистывать Галерею, лаунчер, музыку или в камере Можно, так как экран у нас довольно-таки большой Можно ориентировать экран при наборе номера В номеронабирателя на одну руку Влево-вправо Это все тоже настраивается А так, прошивка вот такая вот 4.4 Android С телефоном особых проблем нет Хочу сказать еще один момент по поводу памяти Вот смотрите, у меня сейчас установлена карточка памяти И на память, на эту карточную Он ничего не записывает То есть программы, приложения, игры Он скачивает, устанавливает на свою память У него своей 8 гигабайт Из которых доступно около 6 гиг всего Экран здесь выполнен по технологии IPS Здесь OGS экран по данным от производителя И в принципе я тоже с этим соглашусь Все с экраном здесь нормально Единственное, что разрешение 960 на 540 И как бы этого маловато для 5,5 дюймового дисплея Да и сама матрица такого бюджетного уровня Давайте покажу вам, как это все выглядит Во-первых, если смотреть ровно на дисплей То все довольно-таки неплохо Все цвета у нас хорошие Но если мы возьмем и по диагонали посмотрим То цвета инвертируются И картинка уходит даже в негатив То есть это такая особенность уже бюджетников Все-таки смартфон недорогой И сейчас эти все модели очень актуальны Потому что курс доллара Хоть мы и находимся в Украине Но и в России тоже курс доллара с каждым днем растет А все телефоны в Китае покупаются за доллары Поэтому такой класс, бюджетный класс Он сейчас очень актуален Как это не печально Касательно звучания Звук в смартфоне разговорный Динамик, микрофон отличный Громко, все слышно, все хорошо Звук внешний Меня также порадовал Он довольно-таки громкий Все хорошо, тоже слышно В принципе, нареканий у меня тоже нет Всем привет Обзор в обзоре Уже вышло куча софта Куча прошивок Конфликтами просто нет Модель Прошивка рутована То есть смартфон рутован Блубедря прошивки Что касается звучания в наушниках Ну в наушниках Такой средненький звук Не скажу, что хороший Ну я бы, например, в таком телефоне Басов очень мало Я музыку, например, бы не смог бы нормально слушать Ну, в общем, вот такое, какое оно и есть Касательно производительности Здесь МТК-6582 Это недорогой, бюджетный Но довольно-таки мощный процессор Сравнительно И поэтому все современные игрушки Могут запускаться без проблем Покажу несколько из них Можно сказать, что с играми тоже особых проблем у смартфона нет Идем дальше Давайте посмотрим, какие тесты показал смартфон в плане аккумулятора Я тестировал эту модель 2500 аккумулятор здесь заявлен И давайте смотреть, какие результаты он показал Во-первых, говорю, что, опять же, напоминаю Что здесь дисплей 5,5 дюймов То есть это довольно-таки большой размер Значит, смотрите В режиме игры Со 100% до 4 Epic Citadel это 2 часа 20 минут Это вполне себе средний нормальный результат Для устройств данного класса Также хочу обратить ваше внимание на то Что диаграмма разряда со 100% Опять же, до тех же 4 Она ровненькая, плавненькая То есть никаких у нас пропастей Никаких обрывов Ничего нет Это очень хорошо Значит, что аккумулятор И сама прошивка Вот этот аккумулятор сделана достойно Также у меня есть скрин с Antutu тестера В котором смартфон показывает 3642 балла Это по данному рейтингу Это не очень хороший результат Но опять же, это такой твердый среднячок То есть и не очень плохо, и не хорошо Аккумулятор, которого будет хватать На 1 день активного пользования И на 2-3 дня при умеренных нагрузках GPS я также тестировал GPS нормально ловит Первый старт на горячую У меня 20 секунд Спутники словил Все отлично Камера здесь среднего уровня Во-первых, по поводу вспышки Вот этой вот Она очень слабенькая В темном помещении Фотки с этой вспышкой делать очень тяжело Только если это объект Который находится очень рядом То тогда можно будет сделать фотки Листы формата А4 Смартфон фоткает нормально Все можно будет увидеть Качество нормальное Я вам сделаю фотки Сделаю видео в формате Full HD Эта модель записывает Я обязательно выложу вам ссылочку в описании Вы сможете зайти на наш сайт И посмотреть все эти фотки и видео в оригинале По камере скажу, что камера довольно-таки Среднего уровня у смартфона Что ж, вот такой вот получился смартфон Дуги ДГ580 Или его еще называют кисми Хочу сделать вот такой вот свой вердикт Сказать о том, что это супер-пупер крутая модель Что вот покупайте, не думайте, не задумывайтесь Я буду не прав Хочу вам сказать то, что нужно трезво понимать ситуацию Что это ноунейм модель И я, например, задавался вопросом о том, что есть ли на этот смартфон Хотя бы такие самые нужные запчасти Это дисплей либо тач Ну, скорее всего, тут модульный экран Я, например, на Алиэкспрессе на том же я запчасть на этот смартфон не нашел Это один из минусов любого ноунейм смартфона То есть, если вы его уроните, не дай бог То, скорее всего, придется покупать новый телефон С другой стороны, смартфон новый Сейчас с изящным дизайном Такая, хорошо Я считаю, что однозначно хорошо, что они стырили дизайн у OnePlus One И поэтому смартфон получил действительно классный дизайн За эти же деньги, ну что мне приходит на ум Такое из такого Быстрее всего Это Lenovo A850 На таком же процессоре С таким же железом Но, извините меня, Lenovo A850 По сравнению с этим в плане дизайна Как небо и земля Если говорить Опять же, есть у меня на YouTube Как бы я не буду Я не всегда делаю чисто вот обзор Для людей, которые у нас покупают Но и все-таки больше как вот YouTube канал Так вот, есть на нашем канале человек Который постоянно меня критикует О том, что вот я на такие смартфоны говорю Что вот якобы здесь классная графика Классный процессор Я спорил с ним в комментариях очень часто Но не могу я сказать на этот смартфон Что она здесь плохая Я понимаю, что этот человек сравнивает С флагманскими моделями Там разные у него И OnePlus One он пользовался И Xiaomi Mi 3 и тому подобное На Snapdragon 800, 801 Я понимаю, что по сравнению с теми моделями Однозначно эта модель будет по всем параметрам проигрывать Если бы я сравнивал эти два смартфона Держа вот так вот в руках То я бы сказал, что да, это говно А это крутой флагманский смартфон Но для каждого покупателя Для каждой цены Есть такое понятие цена-качество Если эта модель недорогая Она не должна обладать Передовыми техническими характеристиками За это Эти устройства стоят других денег Это важно понимать И за эти деньги Я хочу сказать, что смартфон очень достойный Графика у него За эти деньги Отличная производительность в играх Суперовая за эти деньги Потому что MDK 6582 Это процессор, который проверен временем Это производительность Это оптимизация Это энергопотребление низкое То есть на базе этого процессора Я советую покупать Китайские смартфоны в целом на Android Вот такая вот модель получилась Есть минуса, есть плюсы Но однозначно советую для покупки Но помните, что это модель класса NoName На этом все Спасибо за внимание Подписываемся на канал Ставим лайки Ждем новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok